В матерской лойке разрабатываются вспомогательные средства чтобы выразить выводимость формулы. И в чемпионатах сначала одно такое понятие, тоже я думаю, что это вспомогательное, вывод из множества формулы, вывод из гипотез. Пускай гамма, какое-то множество формулы. Мы говорим, что это вывод из гаммы. Вывод из гаммы это такая конечная последствия формулы, каждая из которых либо гипотеза, либо аксиома, не получает из двух предшествующих правилного способа. А чем отличается принятие вывода из гипотез от просто вывода? Тем, что в выводе из гипотез гипотез можно писать наравне с аксиомой. А не временно, это понятие быть гипотез, но временно существовали. Просто в данной ситуации мы, скажем, являемся такие формулы для гипотеза. Например, скажем, теперь если вывести формулу из гаммы вывода из гаммы вывода из гаммы, которая заканчивается формулой А. И для иллюстрации прошло такое мнение, так что для любой формулы А и В, без формулы А влечет В и формулы В влечет С, то это формула А влечет С. Итак, у нас есть две гипотезы. А влечет В и В влечет С. Ну, меня никто не осуществит, если я не начну вывод, сразу выпишу вывод этих гипотез. Я имею право вписать, потому что данная ситуация это гипотеза. Далее, по третий номер, я сейчас напишу словами. Слово два. Я вот здесь, на этом месте, я их подписываю. Вот написано в токисе вот это все выражение. Ты самый А, Б, С. Ты самый А, Б, С. Понятно, да? Расчитаю, что это написано. Дальше, если посмотрим на первую формулу, то есть когда гипотеза влечет В, и ту самую марсиологу, которая у нас написана под номером 3 в выводе, то видим, что формула 1 это посыпка формулы 3 в том случае. Дальше. Дальше. Теперь нам надо добраться до формулы А влечет С. У нас есть гипотеза В влечет С. А тут у самой формулы В влечет С. Я сейчас приставлю такой. Но это легко делать. На этой гипотезе представить, чтобы посыпка легко, я напишу такую формулу влечет С, влечет, что А, С, влечет, что В влечет С. Каритуля же таксиома номер 1. В пасфире номер 1 получено. Вот теперь можем применить это. Это гипотеза, это гипотеза, это аксиома. Дальше. Это получено в правиле влечет С из первой влечет С. Вот. А это уже получается. Это аксиома. Ну, теперь применяем гипотез с второй и пятой формулой. И включаем А влечет С, влечет С. Это получено гипотез с второй и пятой. Ну и, наконец, последний шаг, применяем гипотез с четвертой и шестой формулой. Влечет С, влечет С, влечет С, влечет С, влечет С, влечет С, влечет С. Влечет С, 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 влечет С. Я не буду догадывать, я его, то есть, например, у той книжки, которую я рекомендовал, она просто загадывается, что нужна, но именно в вопросах. На самом деле, когда строится индукция, будет линия вывода формулы Т из этих индукций. И там в индукционном шаре, когда формула получена, это правая формула, если предыдущих надо, если будет правая формула. Вот мы этим будем пользоваться, вот эта теория. Она облегчает оказаться вводимости в разную форму, а именно почему? Если нам требуется повести импликацию, то мы эту задачу будем более простой, вот такой. Из гаммы А вывести В. Почему, кстати, более простая? Потому что гипотез больше, то есть формулу А можно писать уже просто без всякого основания, а форму которой будет всегда проще. Вот здесь индукция, нельзя, а тут только ее заключить. Ну, потом в примерах мы это используем. Теперь еще некоторое супругательное утверждение. Предполагаю, что доказывают вводимость. Третью, что мы будем доказывать вашим В. Некоторой формулой, но вывод, стройтех не будем, вывод, а поиски, будем упираться на нужной общей теоремой, поинтересоваться здесь. Тут уже стоит очевидно. Теперь такое вот, что есть правило введения конюнции. Если из гамма вводится А, если гамма вводится В, то из гамма вводится конюнция А и В. Ну, почему это так? Вы смотрите, вы ввели А, вы ввели В. Потом написали, подряд записали выводы, потом написали все в номер 5, и мы получили конюнцию. Про удаление конюнции. Если из гамма вводится конюнция А и В, то из гамма вводится А. И аналогично, если из гамма вводится конюнция А и В, то из гамма вводится С. Это вытекает из этих шеосов И. То есть мы ввели конюнцию, а потом пишем в срок 3, и у меня этот сбор включает в номер 2. Правило введения конюнции. Правило в праву удаления конюнции. Правило введения дизинкции. Если из гамма вводится А, то из гамма вводится дизинкция А и В. То есть также если из гамма вводится А, то из гамма вводится В, то из гамма вводится А и В. Это наличие 6-7 схемы всего. Если мы вводим А, то потом пишем 6-7 схемы всего, то у меня будут сбор включаем без гамма. На самом деле это правило редко используется. И еще важное правило удаления дизинкции очень важное. Очень важное правило удаления дизинкции. Вы знаете, что это правило отбора случаев. Если из гамма и А вводится С, а также если из гамма и В, то вводится С, то есть гамма дизинкции А и В, то вводится С, и так далее. Я пишу гамма через ПТУ и так далее. И потом добавляется еще, если вводится еще ПТУ. Вот так как обосновывается. Смотрите, если из гамма вводится С, то потеряем дизинкции, то получается, что из гамма вводится А, то получается С. Вот это, например, прямо из ампликации в ВИЧ-ЦС. Итак, мы писали эти выводы. Потом что делаем? Пишем восьмую аксиом, прямо как есть. Два раза, и мы можем использовать. А в ВИЧ-Ц вывести, да? В ВИЧ-Ц вывести. Остается вот это вот. Получим такую ампликацию. А теперь, смотрите, а мы же прям из ВИЧ-Ц, еще и на гипотезах. Чье мы написали? Вот тогда мы писали гипотезы, представьте, как учили? Я не могу сказать, что учили все. Это правильный разбор в случае. Главное, по этой причине, удобное позволяет только грамотно распорядиться в гипотезе, которая сидит из ВИЧ-Ц. Если мы положим, что А или В, тогда мы что-то сделаем так. Сначала пусть А выгодит С. Второй случай. Пусть С, пусть В, выгодит С. Ну, тогда можно сказать, что из этой гипотезы С тоже выгодится. И дальше следующее правило. Введение и назовение отрицания. Если гамма дает форму А, и вывести противоречие, ввести некоторую формулу В, и форму В, и ее отрицание, конечно, выводится противоречие, В и Н, тогда с самого гамма выводится отрицание А. Как это обосновывается? Ну, пускай С гамма и А вводится В. Ну, тогда по теме дедукции С гамма вводится интеллигация А ввлечет В. С гамма и А вводится В, значит, по теме дедукции С гамма вводится интеллигация А ввлечет В. Вот теперь выписываем девятую к сиому и два раза вводу склон. И получаем ее. Это называется... Правильно, что называют... Приведение к абсурду. Правило приведения к абсурду. То есть суммы А... Положив А, пришли к абсурду, то есть выводит В или В ввлечет В, то тогда мы доказали не А. Ну и еще одно полезное правило такое. В группе общее, которое... что если из гамма вводится В, то тогда из гамма вводится любая форма А. Ну, очень просто. Выгоня В, выгоня В, подряд написали выгоды, а потом я пишу десятую все, так вместо А пишу В, а вместо В не пишу А. В влечет, что не В влечет А. Ну и потом по разному слову применяем, получим А. то есть если мы с вами беспротиворечиво множество формул, то выводите любая форма у вас. Такой фаз. Ну вот теперь мы можем уже доказывать, ну, что это... вооружившись таким общим гражданом, уже не строя непосредственно выводы, можем доказывать вводимость их форм. Ну, нам интересны, ну, как называют некоторые законы классической логики, и, например, того сохраняют постоянные силы интуиционисты. Понимаете? Ну, первое, это называемые законы Деморгана. Ну, там, неверно, что А и В, я так и пишу, так вот, эквивалентно, и А, и В. Ну, отрицание коррекции, эквивалентно, держится отрицание. Ну, это задумано, что эти условия, как два импликаций. Первая такая, что неверно, что А и В следует не А, не В. А вторая импликация, то есть дизмуции не А, чем не В, следует функционе А и В. Что касается бебель, импликации она не демоподима, и мы вводимся интуиционисты. Это мы докажем потом. А вторая мы вводимся. Давайте докажем, что мы вводимся. Мы докажем, что иметь распроводимость такой ампликации. На территории дедукции достаточно что сделать? из не А или не В вывести, и неверно, что А и В. Это при отделе модедукции, сходим сюда, вводимся интуиционисты, в такой, из посылки вывести заключитель. Далее требуется вывести отрицаемые формулы. Тут работает принцип приведения к абсурду. Для того, чтобы вывести отрицаемые, надо саму отрицаемую формулу гипотезы завести, и вывести какое-нибудь противоречие. Давайте мы внесем случайные А и В, и А и В. и вывести противоречие. На самом деле, мы уже доказали, что если вывести противоречие, то вывести любая формула. С другой стороны, если вывести любая формула, то и противоречие вывести. Правильно? Значит, поэтому мы что-то делаем? В общем, берем преиспольную формулу С и доказываем, что она вывести. И тогда будет доказано, что это вывести противоречие. Если вывести любая формула, то хорула. Теперь, а теперь смотрите, вот у нас есть гипотеза внешней дизинцией. Только применим правильное распорасшующее. Но для того, чтобы доказать вводимость из этого у нас и гипотезы, мы им задать теперь номер две. Первая, изне А, у А и В, вывести С, вторая задача, изне В, и А и В, вывести С. Вот это теперь, на самом деле, значит, показать, что эти формулы, что эти формулы, противоречивые, противоречивые. Ну, первое, смотрите, вводится не А, а, ну, гипотеза, вводится, что в гипотезе, это если бы не а, а, то есть конъюнция А и В. Правила удаления конъюнции, 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 каждая конъюнция, вводится, а вводится, ну, даже видно, по 30, это противоречивые, то есть вводится любая форму, вводится, вводится, вводится не В, а вводится В. теперь. Я тоже вот скажу, половинку закона Деморгана, в котором имеется, это вводилось, а вот это потом мы видим, что она невводило. Теперь, что нам нужно? Другой закон Деморгана, ввязание, ввязание тезюнции И, соответственно, конъюнция лица, а и лица. Вот конъюнция, ну, две репликации. Немерно из того, что минус А и В, все это не А и В, а во-вторых, что из конъюнции А и В, все это не верно, что А и И. И тут тоже мы, значит, ну, поймём же первую репликацию. А значит, так, вот я не выводи, вот я не выводи. Значит, ну, как доказать, что первая выводится? А теперь мы идем к джи, надо доказать, что из отрицания дистанции выводится конъюнция отрицания. И на конъюнция. По правилам введения конъюнция это значит показать, что выводится каждый конъюнктивный член. Если выводится каждый конъюнктивный член, то конъюнция выводится. Поэтому мы задачу рассчитываем на две. Неверно, что А или В вывести не А. Другая задача. Неверно, что А или В вывести не В. Ну, помню, теперь капсул для этой задачи исходится такой. Неверно, что А или В. А выводится противоречие. То есть, что там произвольная форма ЛЦ. А здесь, наверное, что неверно, что А или В. И В тоже выводится противоречие. То есть, выводится любая форма ЛЦ. Ну, почему первое? То есть, почему это можно противоречить? Первое. Ну, смотрите. Особенно неверно, что А или В. А на другой стороне есть гипотеза А. Ну, из гипотезы А на правиле введения дезинфекции выводится А или В. Понятно. То есть, получается, А или В. У нас неверно, что А или В. То есть, выводится противоречие, остык, выводится любая форма ЛЦ. Ну, то есть, аналогично. Ну, то есть, мы доказали, вот, почему мы доказали. Обратно. То есть, пускай у нас по термо-дедукции и надо из гипотезы и А, и не В вывести неверно, что А или В. А тут что делать? То есть, опять, по принципу, к абсурду. Мы отрицаем его форму, добавляем его после. Отрицаем не А, и не В, а также А, и В. Значит, мы можем вывести предпроизвольную форму. То есть, любая форма будет, потому что она может противоречивая. Ну, а тут, право разбора случаев. То есть, гипотеза А, и не В. Значит, здесь две задачи возникают. То есть, гипотеза не А, и не В, и формула А вывести эту самую произвольную формулу. Или также из гипотеза не А, и не В, и В, вывести самую произвольную формулу. Ну, то есть, это просто противоречивая. То есть, все же очевидно, потому что из формулы не А, и не В. По правилу удаления конюшек годится не А. Правильно? И А еще есть. Ну, значит, вот и противоречивая. Единственное логическое. Годится не В, а еще В. Ну, конечно, как мы эти компликации доказали. Они выводятся. То есть, это интуиционистские принципы. Знаете, что все психомы, интуиционистые ощущения высказываний, согласно выполнены с такой интуитивной интуиционистской семантики. То есть, в соответствии с мыслями, с вниманием истинностями. Ну, еще, и что касается закону очистки нольки, это вот выражение импликации через вот так. Это Олена Птн�. Спасибо с дистриумцией В веществе где импликация есть То есть, Олена В Can Она проводилась. Обратная Damit Обратная импликация. Обратная импликация. Но она бывает с ним. Это легко увидеться. Смотрите, по теремодедукции надо сказать, что из гипотезы не П или У выводится импликация. Еще пример теремодедукции. По теремодедукции мы сделаем гипотезы. Получаем не П, не У, не П. Требуется вывести У. А тут у нас работает правильный разбор случаев. Потому что если гипотеза не дезлюкции, то вызвать две задачи. Первая из гипотезы не П и П вывести У. А вторая из гипотезы У и П вывести У. Ну это почему? То есть не П и П это противоречие множества. Из него будет любая форма. В частности У. Здесь. Клупус и гипотеза. Опутка на И. Все. И так вы выяснили, что некоторые законы в классической логике они остаются в силе. А некоторые нет. Вы заметьте, какие, по-первых, сомнения. Все сомнения. Заключение дезюкция. И здесь. Заключение дезюкция. Заключение дезюкция. И чем отличается? Толестское понимание. То есть мы должны указать, что именно истинно. Что именно истинно. Из П следует Ку. Да. И мы с П не уводить Ку. Но значит ли это, что П можно и что К истинно? Само это рассуждение слишком нельзя.